Виктория Токарева Как хорошо мы плохо жили Читает Варвара Рейтер Год назад мне позвонил кинорежиссер из Киева и предложил Напишите вторую серию джентльменов удачи Ни в коем случае, отказалась я Почему? Потому что нельзя дважды войти в одну и ту же воду Миллион Чего? растерялась я Долларов, уточнил режиссер Я помолчала, потом сказала Я посоветуюсь с Данелией Хорошо, я вам перезвоню Я была убеждена, что писать продолжение плохая идея Можно сказать провальная Но цифра миллион меня завораживала Прежде чем отказаться, надо хорошо подумать Я набрала номер Данелии Он отозвался бодрым голосом Я спросила, ты можешь говорить? Я сейчас в Севилье, дорогу перехожу На табачной фабрике был? Зачем? Там Кармен работала Подумаешь, кто такая Кармен? Проститутка и все Но ее воспел Проспер Мэри Мэ Ладно, ты чего звонишь? Звонили из Киева Предлагают написать вторую серию джентльменов Обещают миллион Врут, сказал Данелия Ты проверь А как проверить? Ладно, я завтра прилечу, тебе позвоню Джентльмены удачи 2 Предлагал нам еще Савелий Краморов 40 лет назад Он звонил и говорил Виктория, напишите вторую серию Я вам любое лекарство достану Я была молодая И лекарство мне не требовалось Но мы с Данелией фантазировали На тему продолжения Успех фильма был ошеломительный Мы придумали новую историю С этими же героями История такова В Сибири умирает грузин Сван Родственники хотят захоронить его В родной земле Это традиция сванов Надо привезти из Сибири останки Нанимают троицу Хмырь, косой и доцент И те отправляются в далекую Сибирь По дороге они, естественно, пропивают все деньги Возвратиться без останков они не могут И крадут скелет в школе Где на каждом позвонке выбит номер Поскольку это казенное имущество У доцента есть мама Фаина Раневская Интеллигентная еврейка И так далее, и тому подобное Мы фантазировали, смеялись Но писать не стали Решили, что это не надо делать Успех трудно повторить А провалиться не хочется Данелия вернулся из Испании Мы стали прикидывать Можно ли согласиться на предложение Киевского режиссера Миллион долларов сверкал на горизонте И переливался, как северное сияние И все-таки нет Если взять схему сюжета То она завершена и полностью исчерпана Сюжет прост Начальник детского сада Пытается перевоспитать преступников Добром, трудом и образованием И это ему удается Троица, Хмырь, косой и Василий Алибабаевич Меняются И сами сдают доцента Правоохранительным органам Все Здесь ни убавить, ни прибавить Этот сюжет Бессмысленно растягивать Или перекраивать Далее Сейчас другое время Другие тюрьмы И другие детские сады Другая страна И другие авторы Авторы в 30 лет И в 70 Это разные люди Актеры умерли все до одного Включая Василия Алибабаевича Дело, конечно, не в артистах Их можно набрать из современных Доцент Ильин Он прекрасно вписался в нишу Леонова Или Машков У Машкова вполне бандитское лицо Косой Антон Шагин Главный герой фильма «Стиляги» Он трогательный и обаятельный Хмыря тоже можно найти Но главная составляющая фильма Не сюжет и не актеры Главное Юмор и доброта Юмор Особое свойство ума Остроумие Юмор Это мировоззрение Мои любимые писатели Не юмористы, нет Юмористы Это хохмачи Я обожаю вкрапления юмора Когда он пронизывает ткань повествования Например, Чехов Александр Володин Владимир Войнович Фазиль Искандер Сергей Довлатов Существуют классики совершенно без юмора Тургенев, Достоевский Гончаров Лев Толстой Великие писатели Так что юмор не обязателен Можно и без юмора Однако есть произведения, которые держатся Именно на юморе «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» И многие другие «Джентльмены удачи» Относятся к этой же категории Фильм держится исключительно на юморе И это невозможно повторить Идея создать «Джентльмена удачи 2» Вызывает во мне волну скепсиса Если это выйдет на экраны Я смотреть не буду И Данелия не будет Неохота расстраиваться «Джентльмена удачи»